Советской школы бокса. Левый, правый, хоп, правый сюда. Левый, правый, левый сюда. Левый, клон, так, ушел сюда, пробил. Ну что, поехали. Куда поехали? Сколько вам лет? Мне сейчас 64 года. Тренерской работой я занимаюсь с 1983 года. До 1983 года я сам занимался, боксировал в 51 килограмм. Призер Советского Союза в 1977 году. Чемпион города Ленинграда. Четырехкратный. И клубы города тоже самое выиграл. Выиграл спортикиаду народов СССР в 1980 году. В 1980 году. Ты направленный. Перед ударом я не верю. Топ-топ. 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 Голова лев все время направленный. Она у тебя встает. Ты на двух ногах, но голова все время ближе. У тебя направленный. Михаил Николаевич, расскажите про себя, во-первых, как вы начали заниматься спортом. И сколько всего в вашей жизни, долгой тренерской карьере всего происходило? Был очень маленький. Я и сейчас небольшой. Но, в принципе, тогда был совсем маленький. В 15 лет я весил 29 килограмм. Все меня обижали. Я обижался. Думал, вот отомщу когда-нибудь. Пошел в бокс. В бокс мне сказали, подрасти еще, подрасти. Я говорю, не могу, потому что мне уже 15 лет. Сначала, в принципе, тяжело было. А потом я научился именно передвигаться, защищаться. В 17 лет я уже выиграл зону России. В 19 лет призером России стал. А быстро, если? Как выглядит? В тренировках было очень трудно. Я научился двигаться так, чтобы не пропускать ударов. И в жизни это очень сильно помогло. Первые бои, конечно, я проигрывал. Первые 10 боев проиграл одному и тому же человеку. Иду явное преимущество. Потом стало ровно, а потом он со мной уже отказывался работать. Вот так я рос потихонечку. Призером России я стал в 1977 году. То есть вы знали всех великих наших боксеров? Да, да, да. Михаил Николаевич, а у Вас много учеников за Вашу карьеру тренерскую? Учеников очень много. Я начал в 1983 году на тренерской должности. У меня два мастера спорта. А так кандидатов, четыре у меня кандидата. Вот еще один кандидат сейчас появился. Это все с детства, да? Вы притренируете детишек, а потом они становятся уже мастерами, кандидатами. Да, да, да. Приходят ко мне, вот он пришел ко мне, Саша Тудоров пришел. Семь лет ко мне. Сначала стойки на руках, мостики и так далее, и так далее. То есть работа на координацию движения. А дальше уже потом уже был с Вашей. Меня зовут Саша. Занимаюсь боксом уже в районе девяти лет. На данный момент являюсь кандидатом мастера спорта. Пошел на бокс, как только пошел в школу. С первого класса уже в ринге. С Михаилом Николаевичем знаком столько же. В СП на соревнованиях. Погну стараюсь как бы не пропускать ни одних первенств. В этом году стал победителем первенства Санкт-Петербурга. Ездил на Россию. И там, к сожалению, не получилось победить, но опыт как бы приобрел. Так что вот так вот. Стоп. И опять же всю программу левая локарка должна уходить назад. Она на тебя не уходит. Вот так. Вот, дальше, дальше. Локоть должен стоять, а вот плечо разворачивается максимально. Получается прямая линия должна быть. Плечи и правая рука. Понятно? Правый. шел ко мне всем лет был маленький сначала а теперь уже выше меня теперь я уже смотрю на него вот так вот снизу вверх хороший парень координация движения хорошие молодец сейчас кандидатом все распорта выполнил скажите пожалуйста вот если с детства заниматься то это спорт романтичный же бокс да все утроитель очень боятся что бокс очень травматичен он травматичный будет только в том случае если мальчик пропускает удары но я как раз вот практикую так чтобы своими движениями и защитными действиями человек пытался не пропустить ни одного удара за тренировку и тем более за бой передвижение на ногах по отношению к сопернику ты должен соединить скорость свою со скоростью соперника вот попытайся сейчас я буду двигаться ты передвигаешь я назад ты вперед вперед я назад и тогда вот теперь в момент когда соперницу я пробиваю в это время ты должен или с моей скоростью или уйти назад или уйти вперед с уклоном влевым или уклоном вправо и сразу тут же отскочить или с ударом или без удара это вот так получится а я сейчас попробую сделать просто сувентирую удар вот и все работает правильно в левую сторону очень хорошо вот соединял скорость очень хорошо вот теперь смотри движение я пробиваю левую в это время свою чуть шаг на заделок именно с этой скоростью но потом пробиваю сразу два-три минуты лево-право детишек с какого возраста можно начать тренировать начинать можно тренироваться из пяти лет из шести и семи есть 12 из 15 когда человек сам захочет другой вопрос что вот когда несовершеннолетние дети то есть маленькие до 10 лет к примеру там привозят их родители интересно им или нет это уже ну дети решают если им интересно они остаются неинтересно значит уходят ну ты понял да но после удара последнего удара опять же ремирок или уклон шаг в сторону взять направление а потом наоборот как поменять управление два показал сюда ушел придел а показал сюда ушел сюда то есть обманное движение в своем году время пошло вот это движение надо не назад уходить а вперед вот это движение надо не назад уходить а вперед так хорошо а как мотивировать ребенка чтобы он занимался боксом но если у человека все получается прекрасно и если его мама с папой хвалят и тренер хвалят тогда все будет хорошо если мама с папой безразличны тогда он позанимается и уйдет потому что дети все смотрят на своих родителей движения левого вправо маяк все это дража 1,2,3,дави 1,2,5,шоп,шоп,шоп,шоп,шоп,шоп,шоп,шоп,шоп,шоп. Ну попытайся сейчас сам просто колосить. С меня, да? Сначала пробиваешь. А вот теперь уходишь, вот так. Ты меня вверх первый. Вот такая работа. А вот теперь на первое движение всё делаешь уклон, а на второе же ещё скачиваешь сюда. Если родители безразличны, тогда он быстро уйдет, мне кажется. Когда трудности начинаются, трудности всегда бывают. С кем-то хорошо боксируют, а с кем-то плохо, тяжело и так далее. Выработка характера идет как раз. Когда много детишек, как вы успеваете за всеми уследить? Во-первых, я их всталю в пары, и в пары ставлю только в отработке. То есть вольные бои я не даю сразу, чтобы они привыкли. А потом уже, когда более-менее человек привык к работе с партнером, тогда уже даются вольные бои. Вот и все. Скажите, а с точки зрения физической подготовки можно бокс сравнить с другими видами и сказать, чем бокс лучше? Потому что, например, если заниматься только боксом, ведь будут развить только плечевой пояс, руки. А я так понимаю, что еще же есть другие части тела, которые также, в принципе, должны в гармоничном режиме развиваться, если это ребенок. Вы как-то это учитываете в своих тренах? Любой вид спорта подразумевает собой еще легкую атлетику. Бег и силовая работа, развитие мыши, мышечной массы. То есть подтягивания, отжимания, пресс и так далее, и так далее. Чем больше человек этим занимается, папа с мамой поощряют его, тогда он начинает работать очень хорошо. Вот опять же Саша Тудоров такой вот. Мама как раз с папой, они всегда на соревнованиях были у него, и сейчас до сих пор бывают. И все, правая боковая. Ну, это была прямая. Два, наклонная левая, левая прямая, правая боковая. Понятно? Ну, попробуем. Скачок мне нужен. Правая боковая скачок. Хорошо. Вот тут было. Дополняешь еще снизу, сбоку, и право-лево-право-притянут. Ну, зараза, плечи закручу. Ах, красота. Просто у меня потрыгивайся. Ну, это все работает. Скачок мне нужен. Скачок мне нужен. Вот так вот. Вот он. Сначала не это движение, а вот это. Разоравка. Вот он. Сначала очень хорошего. Левый прямой напряжение. Уже, я полючал. Левый прямой напряжение, правый боковой прямо. Правый ключ уже не работает. Говорят, что, короче, когда боксом занимаешься, то ничего, кроме бокса, в жизни и не умеешь. Вот ты скажи, пожалуйста, вот реально дает бокс что-нибудь в учебе там, или ты вот сам-то как учишься вообще? Лично я учусь отлично, девятый класс закончил с красным аттестатом, стараюсь везде все успевать, в принципе бокс меня мотивирует не только как к спорту, но и к учебе тоже не отставать, я стараюсь развиваться во всех направлениях, то есть бокс для меня это как хобби, я посвящаю ему почти всю свою жизнь, но на учебу он не дает мне остановки такой. То есть наоборот как бы, то есть я прихожу с тренировок, у меня есть определенное время как бы до сна, вот, и как бы вот это ограниченное время меня мотивирует как бы делать все то, что мне задано, как бы все уроки, вот, то есть чтобы ничего не пропускать, вот. Плюс как бы, когда уезжаешь ненадолго на соревнования, это тебе опять же таки дает мотивацию хорошо как бы набрать оценок, чтобы потом уехать и чтобы тебя учителя как бы спокойно могли отпускать и не было никаких вопросов, никаких проблем. Здорово. Что я считаю, значит, для детей, которые до 10 лет, да и до 15 лет практически, если родители именно интересуются его работой на тренировках, то есть неравнодушные к тому действию, что делает мальчик, тогда они все очень хорошо воспитываются, уверены в себе становятся и очень хорошо у них все получается. А я смотрел, и девочки у вас в группе есть, да, Михаил Павлович? Девочки есть тоже, да. Вот как с девочками? Бывает такое, что девочки становятся боксерами? Бывает, но пока вот в данный момент у меня именно взрослых девочек нет, маленькие есть, но взрослых пока не видел я. А группы сколько человек обычно у вас, вот минимальная группа детей и максимальная? Минимальная группа 5 человек, 5-6 человек, максимальная 15 человек. А почему больше никак или что, или места мало в зале? Ну, 15 человек, все-таки каждому надо уделить внимание, это очень тяжело. И чем больше народу на тренировке, тем труднее именно заставить их работать самих по упражнениям. Кто-то устает, кто-то не хочет что-то делать, кто-то отвлекается. Вот когда до 10 человек, это очень хорошо. А можно сказать, из каких основных блоков состоит тренировка детская? Детская тренировка, как практически у всех, и у взрослых то же самое. Сначала разминка, растяжка, ковырьки, бег, физическая нагрузка, подтягивание, отжимание. Вот, а потом уже именно школа бокса называется, то есть отработка по воздуху. Вот, это у маленьких детей. У более взрослых, значит, на снарядах работа, и плюс еще работа в парах. Но в парах обычно работают, начиная уже с 8 лет, с 8, 9, 10 лет. Не раньше, с 5 лет нельзя в парах работать. Скажите, пожалуйста, а если, например, вот средний такой вот уровень, ребенка представить себе, да, как должен быть ребенок подготовленный, чтобы прийти к вам в школу заниматься? Что он должен уметь? Самое главное, было бы желание, что он ничего не умеет, это ничего страшного, научится. Если бы есть желание и умение работать, тогда он научится всему. А если у ребенка, например, какие-то физические ограничения, то есть он маленького роста, или наоборот, он очень упитанный, вот с этой точки зрения у него, наверное, другие возможности, нежели у такого стандартного ребенка. Это как-то учитывается в рамках тренировок? Учитывается, конечно. То есть он все может медленнее делать. И самое главное, чтобы объем работы выполнен был. То есть вот отжиматься, например, 20 раз, он может 5 раз по 5, например, отжаться там и так далее. То есть дозированная работа просто, и все. Сколько он может, столько сделает. А если, например, ребенок себя ведет, соответственно, не подобающим образом на тренировках, как его удается, скажем так, привести в соответствие? Ведь я смотрел, очень много детей дезорганизованно себя ведут, но рано или поздно они, в общем, какое-то упражнение все равно выполняют. Вот как это связано с тем, как вы преподаете? То есть есть более легкие упражнения, более тяжелые. Кто-то выполняет, кто-то не выполняет. Ну вот с этой точки зрения. Они рано или поздно выполняют все? Практически выполняют все. Бокс очень много дает именно физически и психологически. Лево-право, хоп, право сюда. Лево-право, лево сюда. Лево, плант так, ушел сюда, пробил. Советская школа бокса. Вот, все, я не могу уже сказать больше ничего. Что еще надо говорить? Продолжение следует...